Это были последние сутки, когда эти машины стояли под охраной. Практически единственную автостоянку в этом районе разбирают по частям. Для клиентов эта новость стала неожиданной. Ведь каждый за место оплатил за весь месяц. А сейчас я не знаю, что делать. Еще мне никто ничего не говорил. Машины стоят уже сколько лет. Нормально стоят, а все во дворах творится. Ну все заставлено, да? Заставлено. Колеса колют, красят, царапают, обдирают. Это разве лучше. Да и деньги за оставшиеся полмесяца клиентам, видимо, тоже не вернут. Ведь владелец стоянки не появился даже на ее снос. Хотя еще в 2014 году сам добровольно расторг договор аренды с Департаментом земельных отношений. То есть исчезнуть стоянка должна была год назад. Однако она продолжала функционировать. В связи с этим администрация города Владивостока составила акт о выявлении самовольно занятого земельного участка и предоставила владельцу данных объектов срок для добровольного демонтажа. Но к завершению срока все снова осталось на своих местах. Поэтому Департамент земельных отношений взял ситуацию в свои руки. А жильцы района не знают. То ли радоваться им сносу автостоянки, то ли расстраиваться. По слухам, на этом хорошем земельном участке должны появиться многоэтажки, что совсем не вписывается в планы местных жителей. Они хотят, чтобы нам тогда хотя бы сделали здесь спортивную детскую площадку. Раз уже автостоянки здесь не быть. Да и стоянка, говорят, очень нужна. Ведь придомовая территория не резиновая. А если в ближайшем будущем в этом микрорайоне домов станет еще больше, то за стояночные места разразится настоящая война. Здесь и такой же уйдет за эти места смертно-убийство. Вот честное слово. Вы приедете вечером, посмотрите, что здесь творится. Под окнами, где вот на газоны ставят. Невозможно ни газон разбить, ничего. Это что такое? Сейчас получается этот участок бесхозный, поэтому появиться на нем может все, что угодно. Нежеланный жилой дом или же наоборот долгожданная спортивная детская площадка. А это уже зависит, кто первый приберет к рукам этот лакомый кусочек. Алина Черненко, Дмитрий Сухоруков. Новости на восьмом. Ост benz Garden. Остально восьмом. Нет.